Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня необычный человек, замечательная девушка, которую я давно знаю, но которая каждый раз при наших встречах, они не такие частые, но каждый раз удивительные, потому что она меня удивляет своим все новым и новым сферам применения. Светлана Царицына, как она сама пожелала представиться, я сейчас постараюсь это произнести, профориентолог, в хорошем смысле этого слова, что называется, и эксперт Росмолодежи. Светлана, здравствуйте. Всем доброго дня, отличного настроения, такое вкусное представление меня с позицией профориентолога. Андрея Леонидовича знаю давно, и когда-то именно он в 2012 году мне сказал, что кто работает с молодежью, тот всегда молод душой. И профориентация — это, наверное, как раз про то, чтобы современных детей, а эти дети, они действительно другие, много говорят о поколениях, мы сегодня не будем об этом поколении замечать и отмечать, там Z и не Z, но тем не менее тенденции, которые есть, они имеют место быть, поэтому, да, профориентация я сейчас с удовольствием осознанно занимаюсь этим, потому что, имея бэкграунд в 20 лет в образовании, я вижу, опять же говоря, о тенденциях, то, что происходит, и то, что современному родителю и современному ребёнку необходимо. Моя миссия — помочь определиться, направить, дать векторы. Вообще стратегию очень люблю, она такая тактическая, то есть мы выстраиваем тактику, потом стратегию, и не думаем о том, что это только школа и вуз, мы смотрим дальше, в том числе и карьерную навигацию. Заметьте, я ещё даже ни одного вопроса не задал. Я вас только представил, а вы уже развернуто ответили, собственно говоря, на тему о том, чем вы занимаетесь. Ну, хорошо, давайте уцепимся за профориентацию, про Росмолодёжь и вообще про молодёжь поговорим попозже. Профориентация. В нашем представлении людей, которые знают правильное определение этого термина, ещё помнят его использование в Советском Союзе застали, профориентация — это такое тестирование подростков на их пригодность или их, ну, собственно говоря, на, не знаю, годность вообще, в принципе, на выполнение тех или иных функций в народном хозяйстве. Ну, вот как-то так, да, если утилитарно к этому подходить. То есть мы смотрим молодого человека, девушку, там, тем или иным способом определяем его предрасположенность к какому-либо применению. И, собственно говоря, его по этому пути пытаемся направить, чтобы он принёс максимальную пользу экономике и обществу. Вот что такое профориентация сейчас? Потому что, когда мы знали, что нам через пять лет нужно будет 20 тысяч слесарей и 10 тысяч инженеров, мы могли, собственно говоря, оттестировать и понять, а мы сейчас вот знаем ли, кто нам нужен через пять лет? Как можно ориентировать на непознанное? Ах, такая, знаете, хороший якорёк по поводу того, что необходимы экономики. Расскажу о проекте, который мы сейчас запустили с коллегами по профориентации. Я всегда за объединение, за сильные команды, за людей, которые делают дело и понимают. Профориентация — это комплексный подход. И мы сейчас не говорим только о первом пластоплаве, тот пласт, который вы отметили, — это когда мы диагностируем. Да, диагностика — это хорошо. Мы тестируем, выявляем сильное качество человека, при том, что предпрофессиональное в том числе. Но здесь, как я всегда привожу пример родителям и детям, это должна быть состыковка ракеты. Вот сильные твои качества и знание профессиональных качеств. Профессиональное качество мы где можем посмотреть? Только по месту. То есть мы можем увидеть конкретно на производстве, конкретно в компании, посмотреть, с какими инструментами работают специалисты, с каких он условиях работает, кто ему ставит задачи и так далее. И современным детям им особенно важно. То есть есть тенденции, которые мы видим. То есть 90-е... В чём они? Заключается в том, что дети, они сейчас больше, вот особенно при тестировании опять же, мы видим, что ребятам важно быть применимым как конкретно в качестве определённого вот такого составляющего. Им важно быть полезными. И вот эта полезность, инициатива, я её последние вот пять лет наблюдаю точно. Большинство ребят с кем соприкасаюсь. Им помимо того, что прийти и в миссию свою выполнить финансовую, то есть финансовый показатель, это да. Но то, чтобы работа и компания была соответствовать моим там критериям отбора, это немножко как бы вот поменялось. То есть раньше приходили за деньгами ребята, да, то есть прям уровень зарплаты. Сейчас к уровню зарплаты прибавляется ещё, что я могу полезного сделать в этой компании. То есть ребята стали отмечать, и это опять же те возможности, которые даёт Росмолодёжь, они стали более инициативными, и им не всегда нужно ставить задачу, они при том, что могут эту задачу поставить себе сами, исходя из тот профессиональный, в то профессиональное поле, в которое они попадают. Можно я как работодатель скажу? Вот самая главная польза, которую может принести работник, это, собственно говоря, работать. Понимаете? Конечно. Вот это самое главное. А когда мы сейчас, к сожалению, там, видим, что в стремлении найти пользу, они работать-то забывают. Вот это как бы для меня, там, как для работодателя и представителя там сообщества бизнесового, это проблема. Они приходят искать пользу, а работать-то не хотят и не умеют. То есть наша задача здесь ещё, я услышала, да, то есть научить и приучить. Но ведь... Надо вернуть. Вот вы знаете, я несколько лет назад выступал на одном из мероприятий и в педагогическом, кстати, сообществе. И спросил коллеги, а куда делось из нашего обихода, в том числе школьного, слово труд? Работа есть, бизнес есть, зарплата есть, доходы есть. А слово труд пропало, в принципе, из преподавания, там, из обихода, из журналистики. Ну, это не только к педагогам вопрос, да? Так вот, труд пропал, понятие труда пропало. И я вас очень прошу, когда мы говорим о пользе со стороны там молодёжи, там, детей, того, что они ищут, очень было бы неплохо, ну, понимать, что есть как бы базовая польза, которую работник приносит работодателю, это, собственно говоря, результаты труда. А потом уже можно искать все остальные виды пользы от своей деятельности. Ну, получается, что идеальная модель, которую мы должны прийти и видеть там, да, в результате, ну, вот, возвращаясь там, раньше был труд, прям предмет, сейчас называется технология. Ну, я вообще не понимаю, что там преподают. Я знаю, что преподают, но не понимаю. Ну, давайте тогда подискутируем. Вот для меня труд — это ответственность. У современных детей, да, пропало у некоторых, то есть не у всех, но у большинства ответственность за то, что ты несёшь... Ну, мы, конечно, не абсолютизируем, да. То есть мы несём определённую ответственность, в том числе, первое, за тот результат, который ты должен принести, за ту инициативу, которая у тебя должна быть, за ту пользу, которую ты, опять же, приносишь. И это такой, опять же, системный подход. И системный подход ведь не только со стороны, например, нас, специалистов, кто сейчас, там, имея психологическое образование, там, получили дополнительные инструменты в профориентации, там, диагностирование. Это в том числе и привитие, да, я согласна, вот этих базовых навыков, да, которые необходимы. Смотрите, мы, ну, мы на самом деле вот этой истории с точки зрения, там, кадровых или трудовых ресурсов, да, там, несколько лет занимаемся, изучаем, смотрим. Я вам могу сказать, что я сейчас не даю оценок. Хорошо, плохо, там, да. Я говорю о том, что поменялась у них система ценностей. Раньше мы с вами, там, воспитаны в парадигме, ну, определенной благодарности работодателю за возможность работать, трудиться. По-разному бывает, но в целом парадигма такая. Я благодарен за то, что я могу работать на этом предприятии, у меня есть рабочее место, я могу трудиться, да. У них нет этого вообще, от слова совсем. То есть какая лояльность, какая благодарность. Они могут не выйти на работу и сказать, я не буду больше, я не приду на работу. Да, это такое имеет место быть. Я не говорю, плохо или хорошо. Я говорю, что система ценностей другая, потому что, ну, я, опять же, с точки зрения работодателя, должен сказать, что я теперь не знаю, как с ними общаться-то. Одно дело, когда у тебя общая система ценностей, а другое дело, когда разное. Значит, у них действительно повышенные требования с точки зрения дополнительных вот этих фич, бонусов там и всего, да. То есть просто работать в нормальных условиях, они уже считают это как бы, ну, чем-то недостойным даже. А что еще вы мне предложите станцевать, сплясать перед вами, да? А как вы их профориентируете-то при этом? То есть я вот это хочу понять на самом деле. Какие они, мы вот видим сейчас, знаем уже. А вы на что их профориентируете? Ну, то есть что вы выявляете и куда вы направляете их? У меня есть классное упражнение, я его очень люблю, при том, что иногда на профориентацию и часто в Кирове дети приходят с родителями, то есть мало ребят, которые проявляют инициативу, сами меня ищут. В основном это родители, которые обеспокоены выбором, правильно ли будет выбор. Он смотрит и тоже не понимает, что с этим делать, да? Здесь, знаете, как бы позиция какая. То есть либо ты хочешь помочь, либо ты хочешь успешно заскочить в ВУЗ, который как бы почему-то в картинке, сейчас обращаясь к родителям, почему-то вот попадание в ВУЗ, в среду ВУЗа, почему-то считаешь, что вот... Да, да. Ну, так это опять же, это из нашей с вами системы ценностей. И вот, начиная, продолжим мы с проупражнения, называется «Дом личности». То есть мы первое, что делаем, мы строим дом личности. В фундаменте дома лежат ценности. Ребёнок прописывает эти ценности. Какие на данный момент они у него сформированы? Материальные либо нематериальные, да? То есть это такая градация, я потом, в том числе, если у родителей есть запрос, даю обратную связь, где подкорректировать, где отработать и что улучшить. Какие ресурсы для этого будут необходимы? Дальше мы строим, идёт основа дома. Это в том числе вот ценности, это в том числе предметы, которые ребёнок в том числе изучает в школе. И когда мне ребёнок говорит, я не хочу учиться в школе, потому что там нет ценностей, которые мне бы могли и развивать в меня, я говорю, слушай, а вот всё-таки мы сейчас с тобой продиагностируем, протестируем и выявим у тебя предрасположенности. А как без предметов-то? То есть в любом случае мы углублённо изучение, и мы ходим в школу, и мы понимаем, для чего мы ходим. Мы определяем цель, определяем цель. И в основании дома у нас лежат наши интересы, наши хобби, увлечения. Конечно, та модель, которая «хочу, могу, надо», она немножечко на сегодняшний день в связи с тем, что дети новые, она устаревает. То есть ближе как раз вот здесь система Инкигай, но она такая немножко... Свою новых «не хочу, не могу, не надо» вот эта модель. Ну, здесь отдельная тема для эфира. Нет, ребята, вы, то есть вот прямо вот, да, иногда там через... А нет, никаких интересов, мне ничего не интересно. Мне вот, знаете, как по щучьему велению, по-моему, хотенью, лягу-полежу. То есть есть люди с суждением, есть люди с восприятием. С суждением это всё по плану, с восприятием всё пошло не по плану, лягу-полежу. Родители там говорят про страцию и всё остальное. И в крыше дома у нас лежат наши как раз вот личные качества, которые важно формировать, независимо от того, какой вид профессиональной деятельности ты будешь выбирать. И там, где у тебя состыковка вот этой самой ракеты. Я ребятам привожу пример, что когда вот строишь дом, да, то есть фундамент важной части, так же, как и крыши, немаловажная часть, да, крыша потекла, и всё, и всё то самое. Без одной из частей дом не дома. И после этого мы уже переходим, то есть разные формы. Есть тестирование, диагностики, мы выявляем, то есть где-то тестирование применяем. Я так как всегда сейчас за цифровые инструменты, ребятам очень нравится работать с помощью чат-бота, выполнять задания. То есть это привлекает их. То есть мы работаем с современными инструментами профориентации. То есть беседа, да, хорошо, экскурсия, да, ещё лучше. Но, тем не менее, инструменты должны быть как раз которые для ребят. Хорошо. А что на выходе? Ну вот вы... На выходе. Значит, система. Ты в ПТУ, ты... А дальше я всех ребят отправляю на профпробы. И вот здесь к Андрею Леонидовичу, я как представитель работодателя, мы сейчас запустили профтур. Но, на мой взгляд, это такой продукт, который интересен для детей, для родителей. Мы разложили профессию на формулы. Так же, как вообще химическую формулу. Такая, то есть она профессиональная просто. То есть у ребят раздаточный материал, где они как раз смотрят с помощью экспертов в команде. Сейчас девочки, которые работали в центре занятости. То есть такой имеющий бэкграунд. А после этого мы ведем их и смотрим на производство, на предприятие, как эта формула, их профессиональные будущие дети, нас и прикасается. То есть на сегодняшний день откликнулись на налег с огромным удовольствием. Но у них есть градация. Мы будем принимать не всех ребят, у которых выявлены способности в результате этой формулы волшебной к химико-биологическому направлению. Все, вы нам ведете, мы показываем инструменты работы, условия, как раз о которых я говорила. И дальше для себя подбираем талантливых детей и в дальнейшем их сопровождаем. Ведь сопровождение, наставничество никто не отменял, в том числе и в профориентации. Ну, хорошо. Проф-пробы. А еще идеально, стажировки. Что в итоге-то? Что молодой человек получает или девушка? Значит, результат. Свой профпортрет? У него получается профпортрет и, собственно, портфолио. Куда дальше? Что ему нужно сделать? Такая карта развития, дорожная карта развития, личная. Что у него действительно выявлены личные... Предосположенность к тому-то. Да. А, например, еще личное качество, как коммуникация. Да, с ней очень сложно. А он выбрал, в том числе, диджитал-маркетинг. Но помимо там аналитического мышления, знания инструментов, интерфейсов, ведь еще важно с заказчиком общаться. Значит, что мы делаем? Мы идем на... ищем тренинги, курсы по... Понятно. А в каком возрасте это надо делать? Очень хороший вопрос. Я всегда говорю, что с раннего детства. Выявлять... Какого раннего? Выявлять интересы. В детском саду и начальной школе мы проводим социальные пробы. Не профессиональные пробы, а социальные пробы. Мы пробуем. Поконструировали, позанимались танцами. Я вообще всегда за спорт. Вот в любом проявлении, в любом возрасте я всегда, особенно современным детям, там, где восприятие, лягу, полежу и по щучьему велению подожду. Психофизика, работа тела на уровне сознания, на уровне всех процессов, выработки эндорфинов, в том числе. Спорт нужен. Но пусть это будет не спорт высоких достижений. Пусть это будет, особенно там, когда подготовка идет, а у ребенка уровень тревожности выявляется очень повышенный, и это прям вот помогает. Я за спорт. Мы все за спорт. Про ориентацию я особое внимание не получаю. Давайте, ну, так, чтобы у слушателей правильное мнение это сформировалось, мы вообще там, я не хотел, чтобы показалось, что мы тут брюзжим, что молодежь там вот такая-сякая, значит, а в наши времена-то все было по-другому. Я на самом деле там себя хорошо помню. Будь здоров тоже. Есть что скрывать даже. Поэтому и полежать, и мы хотели, и делать ничего не хотели, и считали, что нас не понимает никто. Я думаю, что в этом смысле, на самом деле, там, собственно говоря, там вся технологичность мира, ну, она противостоит гораздо более сильной вещи, там, эволюционной, заложенной, там, в нас тысячелетиями. Поэтому, там, то, что они там сейчас смотрят в гаджеты, а мы там не смотрели в гаджеты, ну, так мы читали ночами под одеялом, и родители нас тоже гоняли за это, что глаза испортишь. Ну, собственно говоря, там, сущность человеческой-то не изменилась уж. Это мы слишком, там, слишком большое значение придаем технологиям. Я думаю, что человек сумеет их, в хорошем смысле слова, победить. Поэтому важно-то понимать, я почему еще задаю вопрос, что на выходе, важно понимать с точки зрения, ну, все-таки управления процессом. То, что они другие однозначно, так же, как и мы другие по отношению к своим родителям. Как с ними, там, работать, взаимодействовать, коммуницировать, это сейчас большой вопрос. Но я все-таки с точки зрения профориентации хочу понять-то, что, ну, вот вы выявили, что человек, там, ребенок склонен к тому виду деятельности, который, ну, вот я не знаю, новые профессии появляются. Ну, то есть мы не знаем, что будет через пять лет. Вы говорите, в детском саду на что выявили? Через 20 лет, когда он станет пилот звездолета? Или мы, наоборот, под землю после ядерной войны там залезем? Ну, то есть на что вы его ориентируете? Исходя из качеств, я понимаю, но я ищу здесь применение экономическое. Вот как вы его, ведь ему надо быть, ну, ему надо ориентироваться на то, что будет востребовано, правильно? Ну, однозначно. Он должен быть полезным на рынке. А как вы это определяете? Кто там будет на рынке нужен и полезен? Как? Это боль на сегодняшний день, на самом деле, специалистов, кто занимается профориентацией, потому что если мы говорили до февраля 22 года о развитии технологического уклада России четвертого порядка, то сейчас некоторые базовые моменты, они диаметрально поменялись. И поэтому как бы вот... Ну, нам сейчас надо к третьему и ко второму возвращаться еще, там наверстать, а потом уже, да. Да, да, да. Поэтому те инструменты, например, там, кружковое движение национальной технологической инициативы, да, они есть определенные тенденции, которые мы видим, но при этом исследования, то есть исследования, которые проводят, например, в том числе, например, высшая школа экономики, то есть без исследовательской базы заниматься и направлять... Ну, есть же этот атлас профессий. Ну, вот по поводу атласа новых профессий, он был хорош, опять же, год назад. Да. То есть сейчас, общаясь с работодателями, мы понимаем, что экономический уклад... Что изменилось? Да, поменялось очень сильно. Но, тем не менее, цифротизация, она пришла в нашу жизнь. И, опять же, там, отвечая на вопрос, IT-технологии становятся, и в атласе новых профессий, они становятся универсальной компетенцией для многих профессий. То есть умение писать спринты... Не зря ведь Минцифра запустила, сейчас пользуюсь возможностью, бесплатные курсы в рамках федерального проекта «Код будущего». Очень многие компании, они сейчас проводят бесплатно, в том числе и профориентационные, вот эти самые инструменты. Хорошо, Светлана, кто работать будет? Кто будет работать? Сейчас всех отправить в цифровизацию, сидеть там на компьютерах, там программировать. А кто будет мат-ценности производить? Кто будет производить мат-ценности? Возвращаемся, отматываем временную ленту назад. Я понимаю, что сейчас нужны в том числе рабочие кадры, и это при том, что даже не в Кирове, общаясь там с коллегами из Перми... Это повсеместная история. Да, повсеместная, она имеет место быть. Но здесь как раз формирование ценностей, и это очень важно, начинать делать 5, 6, 7 класс. Мне, например, очень импонирует сейчас создание регионального движения детей и молодежи. Думаю, что вы слышали, да, о таком вот. Я опять же там ностальгирую про пионерский галстук, и я был даже представителем совета дружины. Мы можем подарить футболку. Нет, я на самом деле считаю, что мы очень серьезно упустили после Советского Союза эту работу. И то, что я говорил про слово труд, это ровно из этой сферы. Но мне хочется понять, а как вы, например, удерживаете их от того, чтобы все повально в цифровизацию эту ломанулись? А кто на слесарей пойдет? Знаете, как бы здесь вопрос, какого порядка? То есть если мы сейчас говорим про тех родителей, которые осознанно приходят и задумываются, то этот родитель, вот такой эмпатический портрет этого родителя, да, с точки зрения эмпатии, этот родитель, он сам не очень бы хотел, чтобы его ребенок пошел и стал там слесарем на предприятии. Давайте тогда начнем опять же с воспитательной, возвращая к российскому движению детей и молодежи. Этот же родитель очень хочет, чтобы у него стоял качественно сделанный стол, стул. Так вот, Андрей Леонидович, значит, мы возвращаемся к чему? К семье, к комплексному подходу, воспитательному. И я очень надеюсь... Вы к семье, а я про государство. Вы же как представитель Росмолодежи, о чем мы поговорим во второй части программы, я представляю, являетесь неким проводником государственной политики. Правильно я понимаю? Конечно. Ну, хорошо. Я запрос... Нет, я запрос услышал. Теперь я знаю, чем я буду в дальнейшем, какие инструменты для работы, для того, чтобы... Нет, я не сомневаюсь, что дело в комплексе. Дело и в школе, и в семье, и в информационном пространстве, в котором... В котором живут современные дети. Все мы живем, в котором... И в родителях, которые, естественно, желание имеют, чтобы их дети жили лучше, чем они сами, там, да, или хотя бы, там, ну, то есть, или свое представление, а кто-то и комплексы свои, там, через детей реализует. Я все это понимаю, и, собственно говоря, мы должны с вами признать, что вот те самые, там, ностальгически воспоминаемые организации, ну, очень серьезно как раз на это были заточены. Там ценности, там ценности были. Да, 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 и все воспитывалось ровно с тех там времен. Поговорим отдельно об этом во второй части, а сейчас заканчивая все-таки с профориентацией. Сами дети заинтересованы в этом. Вот родители приводят. А дети-то хотят понять, кем им становиться. 15% детей пишут мне сами, все остальное это родители. То есть, ребенок заинтересован, школьник в возрасте 9 класса, он заинтересован, что будете сейчас. То есть, эти 15% они стоят на пути выбора, школа или вуз. Ой, точнее, колледж или вуз. В колледж эти ребята идут. Приходят и говорят, а какой колледж в городе Кирове мне выбрать? Подскажите, что лучше? Есть, но проценты их не очень высоки. Хорошо. А сколько вообще, ну, можете ли оценить, сколько ребят следует вашим рекомендациям в итоге? С точки зрения родителей или с точки зрения своих решений? Мне очень приятно, что те родители, те дети, с которыми я уже там тесное касание есть, они становятся моими друзьями, и многие истории успеха, ребенок, который послушался, и, например, из МАТа, понимая, что у него с коммуникацией, с коллаборацией очень сложно с личными качествами, а ему это необходимо в Бауновке. Я вижу историю успеха, прекрасной социализации и дальнейшего развития. Ну, сколько из них? 30, 40, 50, 70%? Андрей Леонидович, я не делаю такую статистику, но сейчас задумалась о том, что надо. Хорошо, мы вот на этом месте прервемся и через некоторое время вернемся в студию, не переключайтесь. Родолжаем программу «Разговор по делу». У меня в студии Светлана Царицына. Сейчас поменяем порядок представления. Эксперт Росмолодежи, профориентолог. Этой стезе мы посвятили первую часть программы. Мы сейчас продолжим больше, наверное, про Росмолодежь. Это вообще что такое? Это сообщество. Вот вы задавали вопрос в первой части, да, там, каким образом ценности формировать. А у современных детей ценности формирует сообщество. Такие сообщества, как Всероссийский конкурс «Большая перемена». Мне очень импонирует этот конкурс. Я туда пришла в 2020 году, когда началась пандемия. То есть объявили конкурс, он был в онлайне. Ребята, те, с кем я работаю, я предложила им, ребят, давайте вы поучаствуйте, нужно будет сделать проект. Там есть определенный. В группе. Росмолодежь что такое? Это госагентство или что это такое? Это федеральное агентство по делам с молодежью. Это вот то, как раз, о чем мы с вами говорили, когда был утерян пласт определенный. То есть я сама работала с такими. То есть первые мои выпускники — это ребята 88-го года. Это те ребята, которые вот 90-е и все. В свободном плавании. В свободном плавании. Ну, опять же, у многих очень хорошая история успеха. С многими общаемся по всей России. Благодарна. Кто слушает, привет. И Росмолодежь сейчас повернулась. То есть политика государства. То есть мы по ним... К молодежи. Ну да, к ребятам 14-35 лет. Это серьезный поворот. Росмолодежь повернулась к молодежи. Это серьезно. Ну, давайте тогда так, чтобы было правильно. То есть на федеральном уровне сейчас есть повестка. И она очень важная. Светлана, я на самом деле об этом и хотел поговорить. Есть политика государственная. Вот настоящая политика с точки зрения понимания того, что государству от молодежи надо. Да. Политика — это искусство чего? Управление. Вот. Управление осуществляется в целях достижения каких-то результатов. Вот государство через Росмолодежь какую политику реализует и на что она направлена? Активность, ответственность, инициативность, формирование команд, формирование коммуникаций. То есть и самое важное, что независимо от того, где ты проживаешь, в каком районе, регионе и так далее, у тебя есть возможности. Слоган «Росмолодежи. Создаем возможности». То есть ты можешь чувствовать себя в равных условиях на территории всей страны? На территории всей страны. И помимо этого есть разные проекты, куда ты можешь прийти, даже если у тебя нет инициативы, но ты чувствуешь, что у тебя есть необходимость в команде. Опять же, благодаря всевозможным сервисам сейчас это прямо вот такая вот тенденция, которая меня очень радует. И так как я, ну, я действительно люблю то, с чем я работаю. То есть то, что я для кого... Молодежь. Дети. Дети, дети, дети и молодежь. Потому что для меня это, ну, опять же, если говорить о миссии, для меня это важно, потому что, ну, здесь как бы нам... Ну, я знаю, насколько вы увлечены. Я это прекрасно помню, чувствую нашего кейса про государство в аудитории Сельхозакадемии. Смотрите, вот, наверное, мы слышали про Росмолодежь. Мы точно слышали там многие сейчас про движение первых, которые создаются, пока не до конца понимаем. Но президент сказал, процесс пошел. Многих, ну, у многих периодически там это было на слуху, да, у нас там... То это молодежное единство. Ну, в общем, государство не впервые запускает вот эту там попытку поработать с молодежью. Можно я поправлю? Ну, не впервые. Прямо скажем, да, давайте там честно посмотрим. Я понимаю, что вы должны быть лояльны как раз работодателю, как то, что отсутствует у современных. Но не впервые. Мы помним, что такие попытки были. То, что я назвал политическое движение, там, вынесем за скобки. Вот у меня вопрос. По вашим представлениям или по вашей оценке, какое количество молодежи, молодых ребят, если мы берем школьный возраст, если мы берем, ну, до 35, это, конечно, замечательно. Я тоже рад, что не так... Хотя уже давно вышел, но не суть. Ну, давайте все-таки до 25 возьмем возраст, в котором формируется человек. После этого, там, 25 пытаться его переделать бессмысленно. Сколько охвачено теми или иными вот этими активностями государства? Я без подвоха сейчас спрошу. Мы же понимаем с вами, что есть эффект масштаба, да? 100% не охватишь, кто-то выпадет, но и 10% не окажут влияния на всю социальную группу. Вот по ощущениям. Потому что слышать слышали, но в силу того, что теперь нет ведь явных проявлений, понимаете? Вот если раньше пионер шел по улице и все видели, что все пионеры вот в этом возрасте, сейчас не идентифицируешь. Только год и... да и то уже другие движения сейчас. Сколько охватывает эта государственная политика сейчас, ребят? Ну, я по статистике сказать точно данные... Ну, примерно. Ваши ощущения. Ваши вот все... Я могу сказать, как эксперт, кто оценивает проекты, социальные проекты, ребят. То есть если первые года... А я как эксперт уже третий год. То есть если первые там по физическим лицам, там есть градация, по физическим лицам это было порядка там 8 тысяч человек, то сейчас... Ну, имеется в виду проектов, кто получили финансирование, то есть их больше как бы... На страну. На страну, да. То есть сейчас в последний год, то есть порядка 15 тысяч ребят получили возможность... Опять же, давайте вернемся к... Реализовать проект. Реализовать проект, да. А вот ко мне часто ребята, особенно студенты, приходят и говорят, то есть у меня есть проект. Вот мне кажется, что я благодаря ему могу изменить окружающих, вокруг себя людей. И он говорит, да, отлично. Я могу связать. Может, сначала себя в первую очередь, окружающих. А они уже себя. Те ребята, которые являются лидерами, в том числе и российского движения, те и молодежи, и движения первых. А оно, кстати, объединило все движения, Андрей Леонидович, юнармия и так далее. У них с лидерскими качествами уже там все достаточно. Я всегда говорю... Я не про лидерские качества. Я про то, что прежде чем... Они себя уже поменяли. ...желать изменить других, надо себя как бы... Ну, хорошо. Давайте здесь... Я здесь не буду с вами дискутировать и спорить, потому что я вижу. Это совершенно другие... Я еще раз говорю, наш с вами разговор не заключается в том, что мы там ругаем молодежь. На самом деле, мы сами с вами там молодые, к этому классу людей относимся. Да, и во-первых. Во-вторых, они хорошие, нормальные. Я пытаюсь разобраться, как с ними дело-то иметь. Потому что вот здесь вот важный момент. И попробуйте мне на него ответить. Мы с вами разбираемся вместе. Вот я-то ищу способ иметь с ними дело. А они ищут. В глобальном понимании, то есть если мы сейчас берем там разрез города Кирова, да, то есть либо вы берете разрез всей страны, да, и ищут. Нет, ну давайте про Киров. Нет, ну вот эти ребята молодые, у них есть запрос на то, чтобы как с этими алдами-то как бы вообще коммуницировать? Конечно, есть запрос. Да. Например, классный проект, который реализует вузы в диалог на равных. Когда у самих ребят пошла инициатива, при том, что эту инициативу опять поддержала Росмолодежь. А инициатором был молодой человек не из Кирова, а из Пятигорска. Но, тем не менее, ее поддержали, и она транслируется сейчас во многих регионах, когда есть возможность поговорить на равных, без галстука. И ребята задают вопросы, при том, что осознанно, мне надо вас пригласить в Клуб Большой Перемены. Приглашайте у нас. И у вас вот как раз появится понимание. Самое главное, знаете, с этими ребятами, вот вы сказали, что инициатива была президентом, на самом деле, создание движения первых, это выступили инициаторами сами дети. Они обратились к Владимиру Владимировичу, девушка, я сейчас не вспомню ее фамилию и имя, она победительница Всероссийского конкурса «Большая перемена». Она обратилась, что давайте будем объединяться, потому что есть там РДШ, есть ЮНАРМ, есть «Большая перемена», есть разные объединения детские, политические, неполитические, молодежные сейчас. Пришло время объединения. Ну да, там способствовали определенной вещи, но тем не менее. Нет, я же только за, я считаю, что должна быть государственная политика в этом смысле. Она должна быть. Если мы доверяем государству управление нами, мы должны понимать, что это управление осознанное. И я точно так же, как говорю про молодежь, точно так же могу сказать про экономику и остальные сферы нашей деятельности, нашего общества. Во всем эта политика должна быть, мы должны ее понимать. Она должна быть для того, чтобы государство развивалось в понятном нам направлении. И дети, они открытые. Вот в последнее время, вот особенно вот эти ребята девятые, восьмые классы, девятые, десятые, они более открыты, они готовы к открытому диалогу. Они готовы поддержать твою инициативу, предложить ее сами. И наша задача здесь... На своем уровне или... Пока на своем уровне есть, конечно, звездочки, те, которые готовы там... Я имею в виду, они готовы как бы открыты так вот между собой или вот в вертикальных этих взаимоотношениях? Нет, и по вертикали, и по вертикали взаимоотношениях тоже. Они готовы. То есть у них ведь есть очень много хороших и ярких. Например, Инна Пестова, выпускница 11 класса. Для меня как бы, ну, такая определенная боль, что Инна уедет. Она руководитель региональной команды. То есть большой перемене, у нее создана региональная команда, при том, что создают ее сами дети по своей инициативе. Там порядка 80 человек со всего региона Кировской области. Ну, боль про уедет этого тема. Вот это точно тема отдельного разговора и отдельной встречи. Причем она, ну, не кировская, она, прямо скажем, это там бытует мнение, что у нас такие проблемы. Везде они, я с коллегами общаюсь, везде, во всех регионах. И даже Москва уже там страдает от нехватки кадров. По разным причинам. От нехватки людей, которых она ждет. Я что хочу вам сказать. Большое спасибо за то, что проявили инициативу и приняли участие в программе. Если позволите, то, наверное, мне кажется, что наверстать упущенное вряд ли получится. Но есть одна проблема, которую я вижу. Из-за вот этого упущенного времени есть разрыв в коммуникациях. Вот чтобы не было вот этого брюзжения, что молодежь не та, оно, конечно, будет, но его градус надо снижать. И молодежь, чтобы все-таки входила в коммуникацию с другими поколениями, здесь надо открываться, я почему и задаю вопрос, не внутри, а вне. И в этом смысле, я думаю, что вы, как модераторы вот этих процессов, вполне можете на это повлиять. Это в качестве пожелания. Спасибо. Спасибо вам. Замечательный был разговор. Успехов. И да, приглашайте на проект. С огромным удовольствием. До свидания. Всего доброго. Разговор по делу.